Геннадий Иванович, расскажите, как давно в Гомеле науку стали подключать к спорту высоких достижений? Что этому предшествовало? Порой тренеры практики считают, что мы там занимаемся конкретной работой тренерской, а вы наукой себе занимаетесь. Вот мой практический опыт работы, показ 25-летний опыт работы, тренерской работы, показывает, что здесь истина лежит посередине. Значит, я сейчас, когда мы рассматриваем спортивную науку, я стараюсь все-таки смотреть на нее с позиции тренера. 25 лет за плечами тренерского стажа. Да. Причем я работал не только на уровне, но много лет на национальной команде Республики Беларусь, но и сборной команды Советского Союза со своими учениками. И я там наблюдал, как работает комплексная научная группа. В то время, а это советское время, это 80-е годы были, значит, комплексная научная группа всегда во главе группы стоял педагог. Там были врачи, психологи. Почему педагог? Потому что информация, которую дает комплексная научная группа, она прежде всего рассчитана на тренера и спортсмена. И получив большой, богатый материал, цифровой материал, тренеру и спортсмену порой иногда очень тяжело разобраться в хитросплетениях этих цифр. Я и своих коллег настраиваю на то, что наша информация прежде всего должна быть для тренера и спортсмена. Поэтому основные моменты в нашей работе, которые мы отличаемся от всех, не только в Беларуси, но и, как нам говорят, на постсоветском пространстве, есть три направления, в которых мы работаем во время обследования. Первое – это собрать большой аналитический цифровой материал. После этого мы делаем анализ этого материала. И только после этого мы садимся с тренером и спортсменом, и все эти цифры переводим в объем интенсивной тренировочной работы. Потому что сегодня мы убеждены, и я глубоко убежден, что можно без оголтелой фармакологической составляющей готовить чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр. Тем более фармакология сегодня запрещенная препарат, и вы знаете, она уголовно наказуема. Что может свидетельствовать об эффективной работе лаборатории олимпийских видов спорта, которая была создана в Гомельском университете имени Франциска Скорина? Об эффективности нашей работы, прежде всего, свидетельствуют результаты спортсменов, которые они показывают. Начиная с 2002 года с Владимиром Владимировичем Шантаровичем мы начали плотно работать. Это были первые наши олимпийские игры 2004 года, где наши ребята Петрушенко, Махнев взяли бронзовые награды. Затем была очень плотная работа, аналитическая работа с цифрами, с планами тренировочными. Когда мы готовились к олимпийским играм 2008 года, где мы взяли золотые олимпийские медали, в четверке были наши бронзы. Затем мы готовились к гребле. Но я хочу сказать, что очень многие виды, которые к нам обратились, это и плавание, например, можно всем известные фамилии, это Евгений Цуркин, которому помогли из-за перспективного спортсмена стать грантом советского плавания. Мы очень плотно работали с Александрой Герасименей в то время, когда она в Лондоне на Олимпийских играх взяла две серебряных награды. Что говорит, сегодня осуществляются услуги на экспорт, это тоже знак качества для лаборатории? Работа на экспорт, в смысле я и перед собой, и перед ребятами всегда ставлю задачу. Мы работаем, наш итог это Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. У нас в лаборатории специальная выставка сделана, где фотографии с дарственной подписью спортсменов, с которыми мы плотно работали. Я хочу, чтобы меня правильно поняли, многие говорят, что мы заслугу основную нет, мы помогаем тренеру и спортсмену. Я слышала дискуссия на эту тему, когда мне уже стали говорить, что сейчас одно время, что в спорте главный врач и так далее, я всегда говорил и буду утверждать, что в спорте главных два человека, это тренер и спортсмен. Все остальные, наука, врачи, массажисты, чиновники, мы должны помочь им сделать результат. Мы для тренера и спортсмена устанавливаем дорожные знаки, говорят, легко ехать по дороге, где установлены дорожные знаки, но по ней идут тренер и спортсмен. Поэтому если сегодня говорить и конкретно о нашей работе, то слагаемые спортивные результаты их очень много. Техническая, тактическая, морально-волевая, психологическая и так далее. Но мы обратили внимание на то, что если спортсмен функционально и физически не готов, значит, он тогда, у него ломаются и все другие виды подготовки. Поэтому акцент мы сделали на эту работу. У нас есть четыре системы организма. Это, прежде всего, сердечно-сосудистая, дыхательная, мышечная и нервная системы. Вот мы взяли под контроль все четыре системы и цифры, которые во время тестирования мы получаем в этих системах, и по этим цифрам видно, в каком направлении двигаются спортсмен и тренер. Вспоминая того же Владимира Владимировича Шантаровича, мне как-то его жена говорила, что вы сделали с моим мужем. После первого большого обследования он собрал у нас все цифры. Он приехал домой, разбросал, говорит, по полу все эти бумажки и говорит, ползает и что-то там все записывает. Что вы сделали с моим мужем? Вот так должен работать тренер. Потому что сегодня основная все-таки проблема – это аналитическая работа тренера. И сегодня во многих видах спорта, я сейчас могу говорить о игровых видах спорта, где мы сталкиваемся с проблемами, всегда говорят, что вот вам легко в индивидуальных видах спорта готовить там олимпийских чемпионов, попробуйте вы в команде. В команде я всегда говорю, изучив этот опыт, и опыт Батея, и опыт Шахтера Солигорского, мы говорим, что есть индивидуальная работа, да, есть общая технико-тактическая подготовка, но есть индивидуальная работа. Наиболее яркий пример – это Михаил Гордечук. Мы работаем с Батея, всегда ребятам оставляю свой телефон, если есть проблемы, звоните. Вот Михаил Гордечук в 2017 году, когда он стал лучшим футболистом Белоруссии, он позвонил где-то в конце мая месяца и сказал, что его уже как-то колбасит. Я говорю, Мишенька, приезжай. Он приехал, мы сняли показатели, мы указали на его отстающий момент, и где ему надо добрать, что надо убрать. И он стал работать в этом направлении, в тот год он стал лучшим спортсменом Белоруссии, футболистом Белоруссии. Та же ситуация, к нам ночью многие спортсмены приезжают по игровым видам спорта. Только индивидуальная работа может помочь создать нашим игровым видам спорта, остаться на уровне. И мы об этом говорим, и тренер, и спортсмен. Геннадий Иванович, спасибо за интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо.